Интересная новость пришла к нам от тюменских театралов. Они решили стать волонтерами. Ребята из экспериментальной студии «Первые шаги» однажды навестили воспитанников детского дома номер 66. И нашли не только новых друзей, но и актеров для собственной труппы. О том, как теперь они вместе готовят премьеры, расскажет Татьяна Воротилова. 66-й детский дом Тюмени, старейший в стране. Сейчас здесь живут 36 ребят. В свободное время компьютерные игры, телевизор, а им бы хотелось внимания. Говорить об этом с незнакомыми людьми они, конечно, стесняются. Да и гости у них не так часто бывают, и в дни рождения тоже. Но сегодня, похоже, именинника Кирилла ждет сюрприз. По понедельникам в детдом приходит пятерка театралов. Это волонтеры из экспериментальной студии «Первые шаги». Подарок они выбирали вместе, остановились на игрушке. Я думаю, что тебе он очень понравится. Будешь играть. Давайте поаплодируем нашему имениннику. Театр для всех, так назвали волонтеры, свое движение. На мастер-классах учат желающих основам актерского мастерства. Тому, что обязательно пригодится и в жизни. Сначала забегали и заглядывали, что мы там делаем, посмотрели. А потом стали потихоньку подходить. Один, два, три ребенка. И вот сложился такой уже коллектив, который постоянно ходит. Впервые встречаю волонтера, которые целенаправленно доводят начатое дело до конца. Она действительно дарит детям радость. Радость общения. Радость умения держаться. Правильно говорить. В игре некоторые ребята серьезно задумались и о будущей профессии. Я хочу поступить на... Ну, в театральной студии, чтобы заниматься. В институт. Они познакомились совсем недавно. Быстро сдружились. Хотя прежде и не думали о волонтерстве. Да, это первое. Мне нравится работать с детьми. Я всегда нахожусь с ними общий язык. Я учусь в дружбе. Я вижу, какие они своченные. Они ведь не отличаются ничем от нас. И мне нравится с ними общаться. И я вижу, что они раскрываются. Изменились. Они перестали уже так стесняться. Они уже весело вместе с нами занимаются. И скоро порадуют премьерой доброй и искренней. Татьяна Воротилова, Александр Вильжанин, Сибинформбюро.